Череда новогодних праздников продолжается. Несмотря на уникальное название, этот день немногие оставляют без внимания. В ночь с 13 на 14 января в России будут отмечать Старый Новый Год. Какие же традиции сопровождают этот праздник и как они менялись на протяжении времени, сегодня можно узнать в уникальном музее Старый Новый Год. Расположение у музея, как и само название, необычное. Он находится среди бесконечных торговых рядов Апраксина двора. Найти его можно с помощью небольшой вывески, расположенной со стороны Садовой улицы. Пройдя сквозь бесконечные лавки, вы попадаете в новогоднюю сказку. Экспонаты пространства – это личные предметы пятерых коллекционеров. Идея открыть музей принадлежала одному из них. Все началось с открыток, елочных игрушек, плакатов, газетных вырезок, кружечных жетонов. Сегодня в фондах музея 12 тысяч экземпляров. К слову, на выставке представлена лишь небольшая часть. От дореволюционного до нынешнего периода в музее по крупицам собраны традиции празднования Нового Года. Сюда можно прийти на несколько минут и быстро изучить экспонаты. А можно задержаться на долгое время. Каждая открытка – уникальная часть истории, которая настойчивому исследователю расскажет многое. Отдельный павильон выделен под реконструкцию. Здесь, в небольшой коммунальной квартире, Валентин готовится встретить праздник и поздравить детей в костюме Деда Мороза. На столе все необходимые атрибуты – мандарины, елка и, конечно, подарки. Сотрудники музея регулярно проводят мастер-классы по книге 1937 года. Участники вырезают открытки и гирлянды. Необычный музей работает и летом, поэтому создать себе новогоднее настроение можно круглый год.